Смотри видосы и ставь лайкосы! Ноутбук смотрится очень круто. Белый металлический корпус имеет матовое покрытие, очень приятное тактильно. Золотые полосы и логотип на крышке придают устройству премиальный вид. Дизайн Predator просто космос и кажется, что это не игровой ноут, а какое-то инопланетное сверхмощное устройство. Экран ноута небольшой, на 15,6 дюймов, но картинку выдает прекрасную. Матовое покрытие выполнено по технологии IPS, а значит цвета не искажаются, когда смотришь на экран под углом. Для меня и для моих глаз было приятно обнаружить высокую частоту обновления экрана в 144 Гц, так как на основном рабочем компьютере точно такая же герцовка. Такая высокая частота обновления экрана делает картинку невероятно плавной. На видео передать с помощью камеры это очень сложно, поэтому рекомендую хоть раз увидеть живую. Перейдем теперь к игрушкам. Этому игровому монстру под силу любые игры, даже самые последние вышедшие новинки. Весь секрет его мощности в грамотно подобранных компонентах, а именно в процессоре восьмого поколения Intel Core i7-8750H, видеокарточки Nvidia GeForce GTX 1060 с возможностью разгона, а также 16 гигабайт DDR4 памяти, SSD диски на 512 гигабайт и быстром жестком диске емкостью 2 терабайта. Предлагаю протестировать хищника в играх. Первым делом не запустила на ноуте нашу любимую мартуху на ультра настройках. Все поставила на максимум. Игра выдавала стабильнее 60 кадров. Выше, к сожалению, добиться не получилось, потому что стоит ограничение по FPS. Следующая игра Sims 4. При максимальных настройках выдавала в среднем 120 кадров, что сопоставимо по производительности с моим рабочим ПК. Круто, не правда ли? Ну и в заключении, последняя игра, которую я запустила, популярнейший сейчас Fortnite, FPS которого стабильно держался в районе 80 кадров. Хочу заметить, что система охлаждения ноута позволяла комфортно играть. Ах да. Пару слов про систему охлаждения, которая также важна в игровых ноутбуках. Состоит она из двух кулеров Aeroblade 3D с металлической крыльчаткой, которая на 35% эффективнее в сравнении с обычными пластиковыми вентиляторами. А при помощи специальной программы Predator Sense можно управлять системой охлаждения в режиме реального времени. С ее же помощью также можно разгонять процессор и видеокарту. Играть на ноуте было очень удобно, и фейковые нажатия меня не беспокоили, особенно в момент экшена, так как тачпад можно было просто заблокировать. Помимо ноута в комплекте вы получаете фирменные вакуумные наушники, коврик и мышку, которые очень легко подключить к ноутбуку. Кстати, из коммуникационных разъемов имеется все самое необходимое. Картриды, HDMI, USB 3.0, USB 3.1, Type-C и LAN-порт на левой стороне, а также два USB 2.0 и 3.5-мм выход под звук на правой. Динамики хищника дают объемный насыщенный звук с возможностью тонкой настройки под себя. Все это возможно благодаря технологиям Dolby Audio Premium и Acer True Harmony. Вместе с ноутбуком к нам приехал и специальный фирменный рюкзак. К сожалению, он не такого же цвета, как и сам ноут, но тем не менее выглядит очень круто. Называется Predator Roll Top. Рюкзак сворачивается сверху, тем самым защищает девайсы от внешних погодных условий. Вашему ноутбуку не страшны ни грозы, ни снегопады и, возможно, даже не страшен зомби-апокалипсис. В целом, Predator Helios 300 Special Edition — это отличный ноутбук для тех, кто хочет погрузиться в захватывающий мир игр. Космическая внешность в сочетании с хорошей начинкой, отличная система охлаждения и богатой комплектации — это прекрасная находка для продвинутого геймера. Теперь вы знаете, каким подарком вы можете себя побаловать на ближайшие новогодние праздники. Надеюсь, вам понравилось это видео, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и не забывайте ставить лайк. Хорошего вам настроения, с праздниками, друзья мои! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!